Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Владимир Владимирович, скажите, как Вы считаете, возможно ли прекращение огня по линии боевого соприкосновения с Украиной до начала нервных переговоров без предварительных условий, чтобы хотя бы для того, чтобы повысить шанс на успех? Или это тоже предмет переговоров? Спасибо. Вы знаете, я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивого со стороны западных партнёров прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы были предприняты определённые вещи с украинской стороны. И мы это сделали. Там был такой эпизод, мы это сделали. Украинская сторона не прекратила боевых действий. А потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооружённые формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям. Вот так нам было сказано. Здесь я ничего не прибавил, не убавил. Это первое. Второе. Нас просили отвезти с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева. Мы сделали это и опять столкнулись с обманом. Все договорённости, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку. И так было неоднократно. Поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить своё положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооружённого конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. Разрешите продолжение темы прекращения огня, Владимир Владимирович? Да, и поэтому прекращение огня без достижения договорённости невозможно. На днях Владимир Зеленский заявил о том, что он считает возможным переговоры с Россией через посредников, как было с зерновой сделкой. Как вы оцениваете эту идею, и кто бы мог стать посредниками в таком случае? Мы всегда выступали за переговоры. Вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них, мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделён полномочиями подписывать окончательные документы. И более того, даже не то, чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательные документы. Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю, что это маловероятно. Но посредничество, вот так как, например, господин Эрдоган это делал в ходе нашего переговорного процесса в Стамбуле, само по себе посредничество мы приветствуем.